Что-то давно от меня не было распаковок, поэтому решил наконец показать, что я прикупил себе в коллекцию за последнее время. Ну и заодно показать, что получил в подарок от своих друзей, музыкантов и даже музыкальных лейблов. Друзья, я приветствую вас на своем канале. Не будем терять времени, у меня вот тут целая стопка пластинок. Давайте открывать и будет у нас распаковка. Ну и перед началом ролика хочу попросить вас подписаться на канал, поддержать меня лайком и давайте открывать. И первая посылка на сегодня приехала ко мне из города Героя Ленинграда, из фенилового магазина Диссонанс. Мы с ребятами не так давно пересеклись в социальных сетях, пообщались за некоторые музыкальные релизы, которые выходят в ближайшее время. И ребята мне, так сказать, можно сказать, предъявили или сообщили, что они немного расстроились, что я не зашел к ним в магазин, когда был в Питере. И вот так, я прям все вандальным образом вскрываю. Вот, они мне рассказали, что смотрят мой канал, смотрят мои видео и, соответственно, приглашают поснимать у них в магазине. И мы, естественно, договорились, что в свой следующий визит в Северную столицу я постараюсь к ним забежать на кофе, пообщаться, может быть, что-нибудь поснимать. И в преддверии новогодних праздников решили порадовать еще и вас, сделав мой фирменный промо-код в магазине Диссонанс. Сейчас открою, у меня что-то тут не очень получается, все слишком круто запаковано. Или я такой криворукий. Итак, распаковал, нас встречает фирменный пакет магазина Диссонанс. И тут дальше еще в картоне у нас оказываются пластинки, чтобы вообще ничего не повредить. Кстати, давно такого не видел, шикарная упаковка. Опять я буду рвать картон. Достаем. Упаковка просто бомбическая. О, тут еще даже... Опа! Помимо пластинок еще вот два стикера мне ребята положили. С My Chemical Romance и Bring Me Horizon. Вообще, к слову, магазин достаточно разнообразный выбор музыки. И самое важное, что вся эта подборка именно со вкусом. Здесь и новинки, есть и оригинальные винтажные пластинки, которые очень уместно соседствуют между собой в торговом зале. Поэтому владельцы магазина мне показались безумными фанатами музыки, с которыми у нас много точек соприкосновения. Как мне рассказали владельцы Диссонанса, что их магазин расположен на одной из старейших площадей Ленинграда. И в сам магазин ведет лестница мраморная. 868 года, по-моему, дом этот постройки. Поэтому, если будете в Питере, обязательно заглядывайте к ним в магазин. Ну и пользуйтесь моим промо-кодом. Кстати, забыл сказать, что у ребят есть, естественно, доставка по России. И от 4 тысяч рублей она бесплатная. Поэтому, если вот, например, заказать две пластинки, то они абсолютно бесплатно к вам приедут. Как мы увидели уже, очень классная упаковка. Давайте еще сейчас Смит вскроем, посмотрим, как там все внутри. Я, как обычно, все вандально открываю. Это культовейший альбом Морриси. The Queen is Dead. Ух ты, такой гейтфолд красивый нас ждет. И пластинка внутри. Все новенькое, запечатанное. Вот такие пластинки приехали ко мне из магазина Диссонанс. Пользуйтесь промо-кодом Слава Милк. И получайте скидку в 15% на заказы онлайн в магазине Диссонанс. Ну а я в свой ближайший визит в Ленинград обязательно зайду к ребятам. Пообщаемся. И, может быть, даже более подробно расскажу вам про этот магазин. Ну и сам посмотрю на уникальную лестницу из мрамора 1868 года. Обалдеть! Вот это круто, когда музыкальный магазин расположен в таких местах. Так что давайте сейчас посмотрим чуть-чуть поподробнее. Значит, это у нас InXS. Одна из моих любимых групп. Ребята из Австралии. Майкл Хатчинсон и их альбом Full Moon Dirty Hearts. Который вышел в ноябре 1993 года. Это девятый студийный альбом команды. И, по сути, это их предпоследняя работа. После нее был еще один альбом. Как раз очень символично он у меня расположен сзади меня. Здесь уже InXS потеряли свою основную фан-базу. Потому что они поменяли звучание. Добавили немного гранжа. И это не понравилось основной массе их поклонников. Но мне этот альбом лично очень нравится. Что примечательно, кстати, в одной композиции подпевает Майкл Хатчинсон. Один из величайших музыкантов в мире. Рэй Чарльз. И еще девушка, я забыл как ее зовут. Из группы Pretenders тоже в другой песне. Помогает Майклу Хатчинсону. Также хочу вспомнить, что во время тура к этому альбому. У ребят были большие сложности. Они сделали не тур не по большим стадионам, к которым привыкли такие команды уровня InXS или U2. А ездили по совсем маленьким клубам. В которых приходило буквально по 200-300 человек. Что послужило на самом деле, уже тогда прослеживалась вот эта вот суицидальная депрессия Майкла Хатчинсона. Поэтому очень клевый альбом. Если вы его не слышали, то я вам его рекомендую. У меня не оригинальное издание. Это переиздание 2013 года. И найти его сейчас действительно сложно. Больше пока он не переиздавался. Так что я его нашел в Диссонансе. За что им большое спасибо. И следующей пластинкой, которой тоже еще раз хочу обмолвиться, это Морриси, The Smiths, Кузнецы и The Queen is Dead. Это вообще, в принципе, один из самых популярных альбомов, который был выпущен в Британии. К тому моменту Smiths уже сформировались как команда. И действительно делали клевый, уникальный звук, который чуть-чуть ушел в сторону от новой волны. Немножко дал зарождение Бритпопу. И в целом даже, ну, нечего рассказывать об этом альбоме. Кстати, говоря, нет, скажу, что все-таки, кто не знает, на фото изображен не Морриси. Это фотография блистательного Аллена Делона, который снимался, да, в картине «Непокоренный». Это, по-моему, с 64-го года у нас фильм. Если кто не видел, тоже посмотрите. Аллен Делон красавчик, не меньше, чем Морриси. Ну и еще вот такая красивая фотка. Вот он. Морриси. Мар. Шикарный. Просто шикарный альбом. У меня до этого не было Smiths в коллекции. Также очень рад и уже хочу быстрее его послушать. Давайте двигаться дальше. И остальные пластинки у нас, правда, будут уже распечатаны чуть ранее мной. Но зато я их послушал и смогу что-то сказать и о их звуке. Что тоже, может быть, кому-то важно при выборе или покупке винила. Продолжаем. И дальше у нас идут подарки от друзей. Уже, может быть, кто-то видел в Инстаграм. Это пластинка Юра Миджа, которую мне подарил Олег из магазина Dirty Beats. И по совместительству герой позапрошлой, наверное, уже для вас серии по домам. Шикарная пластинка. Для меня это открытие уходящего года. Юр Мидж, кто не знает, это лидер группы UltraVox. Один из участников Visage. Человек, который, по сути, создал благотворительный концерт LifeAid вместе с Бобом Геллдорфом. Поэтому клевая пластинка. Всем, кто не слушал, рекомендую. Могли уже видеть у меня ее в Инстаграм. Но, Олег, тебе спасибо большое. Кайф. И сразу же покажу еще один подарок. Тоже от героя моего шоу по домам. От Валерия. А.к. Валерон. Первый Дэвид Боуи в моей коллекции. И это сборник его песен начального этапа, где-то там 67-69 года. На двойном виниле. Английское издание. Тоже выпущено в 70-х. Ну, здесь, конечно, играет немного другой Боуи, которого я не слышал. Не знаю насчет вас. Это тот Боуи, который грустно в каком-нибудь углу паба пел свои песенки под гитару. В общем, откровенно скучно. Но Дэвид Боуи личность культовая. Тем более, он уже покинул этот мир. А в мою коллекцию он только пришел. Валерий, тебе спасибо огромное. Еще один подарочек из серии по домам. Это вот такой вот бокс-сет Мака Миллера. Его даже хочу вам показать подробнее. Здесь 4 пластинки. 4 аж целых. И это такая компиляция из двух последних работ Мака Миллера. Кто не знает, Мак Миллер достаточно известная фигура в рэп-культуре, в хип-хоп-культуре, в соуле. Молодой, перспективный. Его даже я не хочу называть рэпером или хип-хоп-артистом. Он музыкант с большой буквы, который скоропостижно скончался в 2018 году, но оставил после себя очень крутое наследие. И своим голосом, своей музыкой он передает свое настроение настолько потрясающе. Это клевый бокс-сет, шикарное оформление. Сейчас мы его посмотрим уже чуточку ближе. Давайте посмотрим поподробнее на содержимое бокс-сета. Специальные прорези, как на дискете, чтобы было видно название. Вот такая вот стопка. Здесь у нас тоже, соответственно, прорези. Надо правильно вставить вкладки. Очень стильное исполнение. Твердый, приятный на ощупь картон. И дальше идет. Это у нас, соответственно, тексты композиций. И напомню, что здесь у нас идет компиляция двух альбомов. Как собрала его уже после его смерти его мать и сестра. Это альбом Swimming и альбом Circles. Один вышел как раз в 2018 году, а другой вышел уже посмертно в 2020. Вот такой вот большой черно-белый постер, который, может быть, даже... Опа! Я бы хотел где-нибудь повесить. Извиняюсь, у меня упала коробка. Вот такой вот красивый-красивый постер. Дальше идет вот такой вот буклет с фотографиями Мака. Очень красивый, очень приятный на ощупь. Его атмосферные фотки. Приятно его полистать. Как он работает в студии с гитарой. Конечно, наркотики до добра не доводят. Но это его выбор. Мы слушаем музыку. И Мак Миллер очень клево передает это настроение. Такой вот альбом. И, соответственно, у нас идут 4 пластинки. Что очень клево сделано, мы видим голубой конверт. А внутри голубых конвертов у нас, соответственно, синие пластинки. Так вот задумано. Такая вот синенькая пластинка. И видно на конверте, что это альбом Swimming. И, соответственно, идут синие конверты. Это Circle. И здесь будут идти уже пластинки голубые. Если кто не слушал, не надо свои предрассудки использовать, что кто не любит рэп-музыку. Мак Миллер это не рэп. Это современная музыка. Здесь очень много соула, элементов фанка. И я вам очень рекомендую послушать. Ну и издание действительно очень красивое. Его пока можно тоже спокойно найти в наших магазинах. И стоит оно не так и дорого, учитывая цену четырех пластинок. Мак Миллер. Вообще шикарное издание. И первый боксет, кстати, в моей коллекции. В руках у меня пластинка коллектива Orion. Музыка для живых. Пластинку я получил в подарок от музыкального коллектива Orion, с которым до этого был незнаком вообще от слова совсем. Музыка для живых это исключительно виниловый релиз, музыку из которого нельзя будет скачать или прослушать онлайн в каком-нибудь цифровом сервисе. Решение группы выпустить релиз только на пластинке стало своеобразным манифестом, наверное, чтобы обратить внимание людей на саму виниловую культуру. Этот альбом наше с вами увлекательное музыкальное приключение, в записи которого приняло порядка 30 музыкантов. И реально на записи этого альбома, который записан аналоговыми способами, то есть с использованием настоящих виниловых технологий, приняло участие более 30 музыкантов, и каждый инструмент слышно на этом альбоме. Да, музыка, которая звучит и которая исполняет Orion, если честно, мне не очень понравилась. Это такой немножко симфонический рок, немножко хард-рок, немножко прогрессив-рок. Может быть, чем-то напомнит коллективы Yes или Super Trump. Может быть, как раз прогрессив-рок начало нулевых. Немножко акустического рок-н-ролла и даже соула. Но тексты и лирика, не хочу никого обидеть, но мне показались откровенно слабыми. Если музыка сыграна и записана действительно великолепно, то насчет самой лирической части, ну, я бы поспорил. Но в любом случае, мне приятно рассказать об этом альбоме, поделиться этой информацией с вами. И вполне возможно, я бы даже вам рекомендовал попробовать найти эти записи. Все равно где-то, я думаю, можно. Либо те же отцифровки, но сходить на концерт. Как раз буквально 25 или 26 декабря ребята дают большой симфонический концерт в Москве и Ленинграде. Если у вас будет возможность, интерес, обязательно сходите. А, пластинка выпущена тиражом всего 500 копий. И, к слову сказать, экземпляр у меня пронумерован. Вот так вот, номер 49. И присутствуют автографы всех музыкантов. Ну, наверное, я так понимаю, основного состава. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть подписей. Такой вот разворотный конверт. Внутри пластинка в антистатическом конверте. Музыканты молодцы, сделали, сами издали винил. Сами его распространяют. И пытаются донести эту информацию до вас. Поэтому, музыка для живых. Орион. Класс. У меня аж в горле перецохла крутости тех пластинок, которые я вам покажу дальше. В руках я держу две пластинки от лейбла Перм Сити Панк Рекордс. Вообще, очень здорово, когда появляются такие локальные лейблы, которые прославляют свой город, свой движ, свою какую-то локальную историю. То есть, все мы знаем, например, Манчестерскую волну. Все знают супергруппы из Сиэтла. И вполне возможно, кто-то через несколько лет будет говорить о пермской панк и хардкор сцене. Поэтому, ребята делают клевое дело. На самом деле, ребята, лейбл держится на одном абсолютно человеке. И вот он мне прислал пластиночки. Просто рассказал. Мы с ним тоже пообщались в социальных сетях. И мне будет приятно рассказать вам о коллективе Когорта. Давайте, это будет первая, значит, пластинка. Тоже тираж 100 копий. У меня номер 30. Все пронумеровано. Когорта я послушал. Это очень бодрый панк-рок с таким краеведческим уклоном. Это именно исторические вещи, завернутые в клевую и бодрую музыку. Помимо черной пластинки, альбом еще вышел на золотом виниле. Поэтому это действительно показывает само отношение к релизам. И, как ни странно, я не особый любитель панк-рока. Но именно этот альбом я послушал и дома впервые на пластинке. И даже включал себе в машине. Поэтому очень советую вам послушать Когорту. Это клевая, действительно клевая музыка. Очень жаль, что они не играют на нашем радио. Остаются прям совсем в андеграунде. Но в Москве, вот буквально, по-моему, несколько недель назад, в клубе Punk Fiction проходил их концерт. Я действительно очень хотел пойти, но, как обычно, не хватило времени. Я сейчас покажу издание чуть-чуть подробнее. У нас в комплекте. Тут еще должна быть фирменная наклеечка с логотипом Label. Здесь еще идет вот такая вот вкладка, где есть музыканты. Георгий, вокал, гитара. Виталий, бас, бэк, вокал. И барабанщик Виталий. Все здесь ссылки на коллектив. Благодарности всей команде. И сзади тексты песен. Очень люблю, когда пластинки хоть комплектуются чем-то. А здесь у нас наклейки, вкладка. Насколько я знаю, ребята, причем, печатают винил не на ультре в Москве, а печатают его в Эстонии. И по качеству самого винила. Хорошая толстая масса. Никаких щелчков. И даже для панк-рока играет отлично. Поэтому такой подход к делу всегда приветствуется. Рекомендую вам послушать когорту. Можно даже в цифровых сервисах это сделать. Пермсити Панк Рекордс занимается и таким продвижением. И вторая пластинка, это семерка коллектива Фрейзен Китс. Она была издана, можно сказать, уже, чтобы увековечить коллектив, который зародил пермскую хардкор сцену. И, по сути, уже не существует очень-очень много лет. Но как раз участник коллектива Фрейзен Китс играет в когорте. Поэтому пермская сцена не такая большая. И музыканты помогают друг другу. Играют музыку. Но здесь прям хардкор-хардкор. Первая, кстати, семерка в моей коллекции. До того, как я познакомился с лейблом Перм Сити Панк Рекордс, ну, я максимум знал такое выражение, как «Перьмяк соленые уши». Ну, и то, что сериалы реальные пацаны снимали в Перми. А оказывается, в городе процветает культура. И выпускаются местные коллективы. Поэтому, ребята, если у вас небольшой город, и вы любите музыку, окружайте свою сцену заботой и вниманием. И сохраните этот культурный пласт. Это очень клево. И жду когорту на нашем радио. Думаю, что они однозначно не хуже, например, такого коллектива, как Казус Кома. В общем, Перм Сити Панк Рекордс. Тоже будет ссылка на них обязательно в описании. Ребятам большое спасибо. Ну и привет от меня. А теперь покажу, что я еще купил себе в последнее время. И вот это у нас альбом «Тату». Я скажу его название по-русски. «200 миль повстречный». По-любому вы его знаете. А это, соответственно, его англоязычная версия, которая была выпущена к Record Store Day, к дню музыкального магазина. Очень классный релиз. Я прям был очень рад поставить себе его на полку. А вообще, англоязычный альбом «Тату» был выпущен в декабре 2002 года. И является аналогом как раз русскоязычного альбома. Но, соответственно, здесь все композиции исполняются на английском языке. И есть несколько песен на русском. Опять же, что интересно, для английского альбома записали кавер на группу «The Smiths», который мы с вами видели чуть раньше. Альбом принес «Тату» безумную мировую известность, награду MTV. И вообще в мире было продано около 7 миллионов данного альбома. Плюс огромное количество пиратских кассет и дисков в России, которые, естественно, не учитываются. Продюсером англоязычного альбома выступил Тревор Хорн, который до этого записывал что-то для Сила, для Мадонны и для многих других культовых исполнителей. И сделал «Тату» действительно уникальный, клёвый, модный звук по тем временам. Ну и само наполнение этой пластинки я вам сейчас тоже покажу. Там у нас внутри идёт вот такой вот большой постер. Молоденькие Лена и Катя. И сама пластинка у нас выполнена на таком вот зелёном прозрачном виниле. Альбом я неоднократно уже послушал. И по звуку я вам скажу, что это настолько классно всё записано, настолько это именно звучит. Поэтому не проходите мимо. Альбом пока можно приобрести. Он ещё есть в магазинах. Скорее всего, он станет редкостью. И учитывая, что это вообще первый релиз самой группы «Тату» на виниле. И последняя пластинка – это коллектив «Allison Chains» и их дебютный альбом «Facelift». Вообще, «Allison Chains» – это культовая американская группа из большой сеттлской четвёрки, в которую входили «Nirvana», «Perral Jam», «Soundgarden» и, конечно же, «Allison Chains». И скажу честно, из всей четвёрки это, наверное, моя самая любимая группа. Был очень рад, что этот альбом наконец-то в этом году переиздали. Вообще, коллектив «Allison Chains» был образован в конце 80-х, соответственно, как вы поняли, в Сиэтле, гитаристом Джерри Кантреллом, который до сих пор играет в «Allison Chains», играет сольно, считается потрясающим гитаристом, и Лейном Стейли, который, к сожалению, в 2002 году покинул этот мир. Вообще, если отмотать время чуть-чуть назад, то и вспомнить, как записывался этот альбом, то это отдельная тема для видео. Но я постараюсь сейчас немножко вам рассказать, что в конце 80-х мир на самом деле переживал такую повторную эпидемию хард-рока, и все продюсеры из Лос-Анджелеса, Нью-Йорка и других крупных американских городов, по сути, искали новых Guns'n'Roses, искали коммерческую металлическую группу, которую можно запустить. И в один из обычных сентябрьских дней 89-го года демо-запись «Allison Chains» попалась в руки известному музыкальному, соответственно, продюсеру, который пригласил ребят на лейбл. И уже в декабре ребята начали записывать этот альбом. Тоже одна интересная история. У нас на обложке расположен барабанщик Шон Кинни, по-моему. То есть группу они устроили несколько фотосессий, несколько съемок и долго не могли разобраться. И изначально как раз для обложки хотели использовать фотографию, которая расположена сзади, где ребята под пленкой находятся в бассейне, но все-таки посчитали, что это немного неэстетично. И в итоге сделали вот такую вот яркую цветастую обложку. Фейслифт, как мы знаем, это подтяжка лица. Ну вот, и ребята приступили к записи. И как раз у барабанщика Шона Кинни он сломал руку. Ну вот, студия в бешенстве, продюсеры в бешенстве, то есть вложены деньги, оплачены студии, а группа ничего не записывает, никакой материал. И как раз позвали они, по-моему, барабанщика из Perl Jam или еще на тот момент Mother Love Bone. Там черт их ногу сломит, там столько было музыкантов. Но Джерри Кантрол и Лейн Стейли указали ему на дверь, сказали, что чувак, ты играешь слишком медленно, да, из Alice in Chains, а мы тут рубим нормальную музыку. Так что шуруй к себе обратно. И в итоге в 90-м году вышел этот альбом. Он настолько мощный, у него такая высокая, просто звериная энергия. Но в то же самое время эта энергия упакована в четкие строки аккордов, звуков, звук гитары, барабанов, которые делают ребята. Ну и, конечно же, просто великолепный вокал Лейна Стейли. Но вот само оформление переиздания меня немного разочаровало. Здесь две пластинки. Не очень приятная бумага, что у конвертов, что у самой обложки. Но по звуку, по звуку, ребята сделали действительно клевую реставрацию. Поэтому оригинал стоит сейчас безумных каких-то там 400 или 500 евро. Поэтому я за 3000 выбрал для себя переиздание, чему очень доволен. Alice in Chains вообще, в принципе, одна из моих любимых групп. Я очень рад, что у меня появилась эта пластинка. Я пытаюсь собрать всю дискографию Alice in Chains. Просто шикарный альбом. Если вы его не слушали, обязательно послушайте. Ну или как минимум оцените клип на Man in the Box. Вот такая у нас получилась распаковка. Еще раз хочу сказать большое спасибо за подарки. Очень ценю, очень признателен. И, ребята, напишите в комментариях, какие из этих альбомов или пластинок вы слушали раньше сами. Какое у вас может быть мнение. Либо что было интересно и вы послушаете сами в ближайшее время. Ну а я на этом с вами прощаюсь. Прошу подписаться на канал. Лайк, колокольчик и все-все-все прочее. До новых встреч и пока-пока.